Киркоров резко сменил работу, был пивоном в перьях, а стал рекламным агентом. Денежка заканчивается, продюсер же заменяет валерьянку, самовнушает, говорит, что Филипп никогда не будет сбитым летчиком. Лёва с Би-2 свою вину перекладывает на Россию, говорит, есть русский след. Но Лолита обиделась на шоу-бизнес, говорит, ей всё равно, что там происходит. Самое интересное, свежие новости обсуждаем вместе, как обычно, ярко, чётко и без воды. С вами Жан Содель, здравствуйте. Киркоров никогда не будет сбитым летчиком, так считает продюсер Сергей Лавров. Он также заявил, что Киркоров огребает за всех, но тем менее поклонники у него были и будут. Отстранение же, так сказать, короля. Он назвал поркой, цитата, это как два брата поссорились, достается в семье всегда старшим. Почему? Потому что старший брат вроде как должен был сам этого не делать и младшему запретить. Итак, здесь Киркоров из всех, кто был на вечеринке и влево, и самая яркая звезда, сказал продюсер Сергей Лавров. Тем временем в Инстаграме Киркоров решил подзаработать, нет концертов, да хоть клок шерсти какой-то урвать. Обратите внимание, в сторис Бедросович опубликовал рекламу некого, так сказать, специалиста, и Киркоров вручается за него. И там, собственно, написано, что восстановление, разбан, галочка, то есть любая помощь в Инстаграме. Вот оно как. Причем, знаете, два этих пункта Киркорову тоже явно нужны. Восстановление и разбан. Но не в Инстаграме, а в русском шоу-бизнесе. Тем временем сбитая летчица Лолита Милявская, которая, ну, прям как в прямом смысле. Вот ее сбили, она в клубе ползала. Говорит, что неинтересен ей шоу-бизнес, вообще не следит, что там происходит. А ну и понятно, концерты один за другим отменяют, а у других все хорошо. Опять-таки, подставила она очень мощно своих организаторов. Сами посудите, нужно было и зал арендовать, и рекламу дать, билборды явно не бесплатно. Для того, чтобы отбить, нужен был концерт. Лолита поползала, естественно, денежки накрылись медным тазом. Сумма убытков подсчитана. Говорят, что за один концерт Лолита получает примерно 3 миллиона российских рублей. То есть из отмененных она могла бы сорвать уже 22 миллиона. В доллары это примерно 240 тысяч. Но все-таки, если ты была летчицей, а позже стала сбитой, таких денег уже не видать. Ну, еще одна очень любопытная новость. Кажется, Лева из группы Би-2 после депортации из Таиланда в Израиль начал опять-таки поливать Россию. То есть даже в том, что его депортировали, он винит эту страну. Цитата. Русский след, русское консульство, заказ на группу Би-2, чтобы экстрадировать в Россию. Друзья, даже если так, надо понимать, что он-то поливает свою родину, на чем свет стоит. И вот действительно Россия дала ему все. То есть поставила на ноги, давала концертные площадки, постоянно звали на телеканалы. То есть, по сути, нам промыли мозг. И мы узнали, кто такие Би-2. Да и страна-то делала ставку. То есть, если им дали зеленый свет, они были всюду, то, естественно, кто бы мог подумать, что в самую трудную минуту они начнут критиковать, поливать грязью и скитаться по свету. Вместо того, чтобы помогать стране в трудную минуту. Опять-таки, что касательно Таиланда, ну, не было у них рабочих виз. То есть, это непосредственно нарушение группы Би-2. Ну, при чем тут Россия? Конечно, когда консул российский подключился, я допускаю вариант, что была мысль экстрадировать или как депортировать в район. А почему бы и нет? Важно быть мужиком и отвечать за свои слова. Такие вот новости, друзья. Что думаете по поводу кризиса Филиппа Киркорова? Ведь, действительно, раньше в Инстаграме никакую рекламу он не давал, да, и ни за кого не ручался. Такие мысли о поводу Лолиты и группы Би-2. Пишите в комментариях. Полная свобода слова. Ничего не чищу. С удовольствием читаю все, что вы думаете. Да и вообще вместе веселее. Можете подписаться. Каждый день мы обсуждаем самые важные и интересные новости вместе и находим некую истину. Есть вариант поддержки. Канал, номер карты, ссылка на донат в описании под видео. Огромное спасибо, что со мной. Счастья вам, успехов. С вами был Жан Содель. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова